Ну что ж, уважаемые зрители, сегодня краткое видео. Сижу в своей запасной спальне о монокуляре. Монокуляр, как мне человек, один из моих зрителей написал, один из двух доступных Vortex, доступных в России. Модель Solo. У меня 10 на 25, то есть 25 миллиметров диаметр. И, соответственно, линза. На конце здесь окуляр 20-миллиметровый, специально померил. На глазник здесь 30 миллиметров. У Vortex есть две серии в разделе Solo. Есть 25-миллиметровая, это то, что вы видите перед собой, и 36-миллиметровая. У меня таких нету, и, как мне сказали в России, их тоже нету. Это, конечно, жалко, но ничем помочь не могу в данном случае. Но у меня есть вот этот. Соответственно, вот как он выглядит. Если кому-то нужно его сравнить. Вот у меня есть раскладываемая линейка. Как в сантиметрах, так и в дюймах. То есть метрическая и, соответственно, имперская система. По длине этот монокуляр чуть-чуть больше 11-ти сантиметров. Я не знаю, насколько хорошо вам видно, потому что мне не очень. Есть темно, и работают лампы. Вечер. Когда я начал себя немножко почувствовать человеком, решил снять это видео. Вещь, в принципе, удобная. Здесь есть регулирование фокуса. Здесь можно отвернуть вот этот вот наглазник. Так, соответственно, если смотреть дальше или ближе, то есть это вот поворачивается. Линейка, я думаю, больше не нужна на данный момент. Вещь лёгенькая, сравнительно, по крайней мере, ощущение неплохое. На короткие дистанции, конечно, совершенно бесполезная вещь. При плохом освещении из-за того, что диаметр здесь 25 миллиметров, тоже не особенно хорошая вещь. То есть, рано утром, поздно вечером будет достаточно плохо видно. Но при этом, вестикратник, где-то на 100 метров я спокойно вижу черепицы на доме. Через дорогу, через два дома от меня. Здесь достаточно большие участки. У меня участок длиной больше, чем 50 метров. То есть, я через дорогу смотрю, потом ещё через один участок. И потом, на конце того участка стоит дом. Не соседы, а как бы понятно, наверное, всем. Я изнутри дома, через стекло из кухни, через кухню, через столовую, из гостиной смотрю на вот эту черепицу и трубу. Которую, реально говоря, глазами просто плохо видно. Также я отдавал этот монокуляр своей племяннице. Когда они с мужем, только поженившись, решили поехать в медовый вариант месяца по Америке на машине, а потом на велосипедах. У неё муж ярый любитель велосипедов. Катаются на велосипедах всюду, где может, в соревнованиях участвуют и так далее. И им понравилось до такой степени, что им пришлось чуть не отбирать. У них монокуляр. У меня в Vortex есть ещё один. Я потом покажу тактическую версию 8х36. Я не знаю, где он у меня сейчас лежит. Надо его найти сначала. И сравню их отдельно. Но с моей точки зрения, в зависимости от дистанции, 8х25 будет ярче, будет показывать лучше. Но, соответственно, кратность на 2 кратности меньше. То есть, соответственно, будет пригоден где-то, я бы сказал, до 100 метров, чтобы нормально видеть. А не особенно мелкие вещи. То есть, здесь при размере или диаметре объектива, меньшая кратность будет чуть-чуть лучше. Как, в принципе, всегда с оптикой. А так, в принципе, очень удобная вещь. На него можно поставить ремень вот сюда, чтобы не потерять. Он идёт... Кстати, ремень-то, в принципе, с ним был, но я его посеял. Он идёт с таким чехлом Vortex. И его можно, в принципе, вот так вот и носить, например, на поясе. Да, вещь не особенно маленькая, но удобная. У меня будет отдельное видео про монокули, которое я обещал давным-давно. Но в качестве сравнения из того, что может быть доступно в России, потому что это китайское изделие, хоть это довольно хорошая фирма. Фирма называлась Wingspan. Это 8-кратный монокуляр с диаметром объектива 42 мм. Почти в два раза больше, чем здесь. И регулирование вот здесь, вот таким кольцом наверху. Ну и, конечно, наглазник отвратится. Вещь крупнее, больше, тяжелее. Но при этом через него видно, конечно, гораздо лучше. И стоит почти в два раза дешевле, чем тот Vortex. Vortex у нас стоит порядка 100 долларов. Этот стоил порядка 50, когда они продавались на Амазоне. И, честно говоря, мне он нравится. Но, еще раз, достану сейчас Vortex. Они, реально говоря, из разных ниш. Просто для того, чтобы показать, что если вам нужно что-то, что более универсальное, я бы взял 42 мм. 10х42 или 8х42. 25 это минимальная, по-моему, вообще, версия с точки зрения диаметра объектива. То есть, вот они рядом, если вам показать, вот, например, сравнить диаметр объектива. Да, конечно, Vortex это Vortex. Wingspan это китайская фирма. Но, довольно-таки, известная в своей нише. Вот они рядом. Видите, какая громадная разница про размер. То есть, этот можно закинуть в карман. А грудный, боковой, этот уже сложнее. Но, через него гораздо лучше видно. То есть, вам тут надо выбирать, что именно вам требуется. Так что, если у вас есть возможность приобрести вариант на 36 мм, или на 42 мм, может быть, даже не Vortex, но у какого-нибудь хорошего производителя, может быть, даже хорошего китайского производителя. Может быть. Если у вас только такие, я бы взял 8х25. Как вариант, можно взять 8х25 бинокль, который будет ненамного больше. У меня будет отдельное видео по биноклям, который, может быть, будет проще использовать. Цена будет, соответственно, выше, если это будет Vortex. У меня Vortex 10-кратников нет. У меня есть Vortex 8,5-кратный бинокль серии Raptor. 8,5х32. Покажу видео по биноклям. Вот такое краткое видео по монокуляру. То, что меня спрашивали. Надеюсь, это поможет. Дополнение к комментариям, которые я писал под видео. Спасибо за внимание. До следующего видео. И да, я извиняюсь, что ругался матом первый раз, наверное, за 30 лет. Потому что поведение Ютьюба довело. Они официальное видео полиции Нью-Йорка считали, что в этом видео показывают, как издеваются или чего там делают с ребенком. Ну, слов нет. Не буду больше ругаться. Это у меня действительно просто... Я проснулся, думал, о, видео должно хорошо идти, должно быть там полторы тысячи просмотров. А видео удаленное. И мне первый раз за время канала выдвинули предупреждение. То есть, если бы это было не предупреждение, это был бы страйк. Соответственно, мне... Способ потерять канал. Три страйка. Все. На сегодня все. До следующего видео.